Чувашия 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 необходимо тиражировать. Это как раз демонстрация такого важного примера, когда не самый сильный регион с точки зрения природных ресурсов или других каких-то конкурентных преимуществ вот такой детальной скрупулезной работы двигается довольно серьезно вверх, занимает второе место, оставляя позади себя очень большие, мощные регионы. Оценку дает бизнес, и бизнес высказывает свои претензии, недовольства или наоборот одобрения каких-то позиций и роль команды губернатора в том, чтобы отреагировать и исправить ситуацию как можно быстрее. В республике нет ни одного провала, ни по одному пункту. То есть год за годом команда губернатора она идет по всем пунктам, не допуская ни одной слабины. Это так называемое фронтальное качество. Все институты развития сформированы, они декапитализированы, уделяется максимальное время подключению к сетям. К получению разрешения на строительство, к нефинансовым мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Регуляторика отслеживается, что как только появляется в других регионах лучшего, тут же внедряется. И вот это при всех ограничениях по размеру, по местоположению отдало вот этот, я считаю, уникальный опыт Чувашской республики. В правительстве страны отмечают, что критерии рейтинговых оценок будут совершенствоваться и дальше. У лидеров есть все шансы сохранить свои позиции. Нужно будет конкурировать в масштабах страны, и благодаря технологиям эта конкуренция становится более прозрачной, никуда не денешься. Ведь прозрачность касается не только нас, федеральных чиновников, она будет касаться всех, все публичные уровни власти. Приходят позитивные новости из сферы медицины. Чувашия вошла в число лучших регионов, где снижается младенческая смертность. В федеральном Минздраве говорят, что республика может стать примером для других субъектов страны. В контексте тех вопросов, которые сегодня обсуждались, я бы еще хотел отметить опыт региона в пропаганде и мотивировании нашего населения на ведение здорового образа жизни. Когда глава региона сам активно во всем этом участвует, создает условия для своих жителей, это заслуживает большого уважения. За круглым столом озвучили и другие итоги. Среди 85 субъектов страны Чувашия занимает пятое место по эффективности работы системы здравоохранения. В регионе увеличивается количество долгожителей, сферу медицины внедряются и современные технологии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклиф, Республика из Санкт-Петербурга. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин. В своей речи обратил внимание, что по оценке международных экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику совершенствования предпринимательского климата. Важно, что формирование открытой и благоприятной деловой среды предметно включились в наши регионы. Такие примеры сегодня показывают Республика Татарстан, Чувашия, город Москва, Тульска и Калужской области, заявил президент России. Итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности обсуждают не только на полях Петербургского форума, но и в регионах. В Чувашии оценку агентства стратегических инициатив считают заслуженной. В первую очередь, наверное, это оценка той работы, которую проводит государственная власть, Чувашевская республика, муниципалитеты, выполняя стратегические задачи, которые ставит президент Российской Федерации, глава республики по улучшению инвестиционного климата. То есть для предпринимателей вести свой бизнес в Чувашской республике комфортно. И в первую очередь оценку дают как эксперты, так и бизнес-сообщества. Это дополнительно ставит перед нами ответственность работать и в последующем, в таком же направлении. Чувашия уже который год показывает положительную динамику в национальном рейтинге инвестиционного климата. В 2015 году это было 9 место, в прошлом году 6 место. В этом году мы заняли второе место. Мы показали положительную динамику как по улучшению регулятивной среды, увеличили и поддержку малого предпринимательства. Достаточно эффективно работают институты для бизнеса. Конечно, рейтинги не присваиваются просто так, потому что это большая системная работа всех и членов правительства, и администрации муниципалитетов, и бизнес-сообщества, и общественных организаций, самих предпринимателей. Это диалог и взаимодействие между всеми ветвями власти, всеми теми людьми, которые занимаются предпринимательством, и создают условия для развития малого, среднего, крупного бизнеса. Это и большая законотворческая работа. Это те условия, которые необходимы для стабильного развития бизнеса. С тем, чтобы бизнес не боялся не только оставаться в Чувашии, но и создавать новые проекты, двигаться вперед, привлекая на территории Чувашской республики все новые инвестиции, новых партнеров, новые проекты. Это очень здорово. Здесь большая заслуга и главы Чувашской республики непосредственно, и правительства Чувашской республики в том, что были приняты ряд нормативных правовых актов, в том числе и законов. Также был принят указ главы в прошлом году о создании фонда промышленности и развития инвестиций. Я, как гражданин, который проживает в Чувашии, как предприниматель, очень рад, что нас поставили на столь высокое второе место. Впереди татарьи, сзади Москва. Это удивительно. Для меня это удивительно, конечно. Я думаю, для большинства. Конечно, когда инвестиционный рейтинг достаточно высок, это, по идее, должно создавать условия для привлечения инвестиций в республику. И вот с этой точки зрения это не может не радовать. К другим новостям. Сегодня на рынке Чебоксар выехала большая делегация. Чиновники проверяли цены на картофель. Многие жители столицы заметили, что сейчас картошка на рынке стала стоить дороже. Это связано с тем, что заканчиваются запасы прошлогоднего урожая. Кроме того, продавцы жалуются на высокую арендную плату на рынках Чебоксар. На центральном колхозном рынке и на северной ярмарке местный картофель стоит в среднем 30-45 рублей. Привозной в основном азербайджанский – 50-60 рублей. Повышение цен на картофель – это временное явление, это несет сезонный характер. У нас для покупателя есть выбор, и каждый покупатель может, значит, где для себя выбрать на оптовых точках подешевле картофель. Сейчас мы будем приглашать своих сельхозтоваропроизводителей и представителей личного пособных хозяйств уже на ярмарке выходного дня. В Ульяновске подвели итоги пятого окружного фестиваля конкурса «Успешная семья при Волжье-2017». Прежде чем попасть на конкурс, семьи из 14 регионов ПФО прошли серьезный отбор. Чувашию представила семья Кузнецовых из Новочебоксарска. В прошлом году Кузнецовы победили в республиканском конкурсе «Семья года-2016». А в этом поборолись за право стать лучшими уже на окружном уровне. В течение двух дней семьи демонстрировали свои достижения и в труде, и в спорте, и в творчестве. Первое место получила семья Шабдаровых из Мариэл. Наши земляки тоже не остались без внимания. Награды вручаются в номинации «Ответственное родительство». Республика Чувашия, семья Кузнецовых. Ваши аплодисменты, мы семью приглашаем на сцену. Алевтина и Андреев – многодетные родители. Своих детей они воспитывают в любви и уважении. Их главный девиз – «Когда мы едины, мы непобедимы». Все важные вопросы решают только сообща, учитывая мнение даже самых маленьких. Кстати, теперь Кузнецовым придется считаться с запросами нового члена семьи. Организаторы конкурса исполнили желание ребят и подарили им собачку по имени Руда. Татьяна Филатова, Республика. В третий год подряд Общественная палата Чувашия совместно с Республиканской ассоциацией организации профессионального образования проводит открытый фестиваль русского языка. Приурочен он ко дню рождения нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня подвели итоги фестиваля. О его победителях Юлия Важенина. Научно-практическая конференция «Русский язык» «Вчера, сегодня, завтра». Конкурс чтецов «Отчизне» посвятим души прекрасные порывы. Конкурс художественной самодеятельности «Люблю отчизну я». Это лишь малая часть направлений фестиваля. 500 участников из 45 учебных заведений соревновались три дня. Ну, во-первых, это популяризация русского языка, чтобы дети знали, что именно русский язык, он государственный, что имеется указ президента России до 25-го года, что мы должны популяризировать русский язык. Мы должны понимать, что на русском языке, говорит, огромная часть человечества не только в России, но и за рубежом. С этого года фестивалю присвоен новый статус. Он стал межрегиональным. Нижегородская, Ульяновская, Саратовская, Пензенская области, а также Татарстан, Башкортостан, Мариэл и, конечно же, Чувашия. Фестиваль объединил творческих людей из восьми республик. Я решила принять участие в конкурсе, потому что он меня заинтересовал. Мне стало охота познакомиться с людьми, общение, погулять по городу, узнать его культуру. Я читаю текст, и мне нравится этим заниматься. Я очень люблю литературу, особенно Мариську. Изменился не только статус фестиваля, но и формат некоторых мероприятий. Они прошли в режиме онлайн. Появились и новые номинации, например, «Русский романс». Ленара Нигматулина участвует в подобном конкурсе впервые, но это не помешало ей сразу же выбиться в лидеры. Романс Александра Алявьева в ее исполнении покорил и зрителей, и жюри. Сложности было справиться с волнением, так как первый раз на этой сцене, и не знаешь вообще чего ожидать. Мне очень понравилось счастье в конкурсе, потому что я увидела, как поют другие, я показала себя, познакомилась с новыми людьми, и все очень хорошо прошло. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Молодежное движение «Я гражданин» предлагает жителям Чебоксара и Новочебоксарска приобщиться к здоровому образу жизни. С 3 июня по 1 июля пройдет специальная акция «Богатырский путь». Подробностями акции организаторы поделились на пресс-конференции. «Богатырский путь» – это тренировки на открытом воздухе. Участвовать могут все желающие от 14 и старших. Комплекс упражнений – самое простое занятие, доступное и универсальное. Главное – это показать им то, что можно делать у себя во дворе, чтобы они после того, как закончится проект и не наступила вторая часть, они смогли спокойно также продолжать свои тренировки и также развивать себя. Когда мы еще ездили на соревнования, мы с нашими международными коллегами встречались, они говорили, что у них там во дворах каждое утро занимаются спортом, делают разминку все вместе, жители просто. У нас такого нету, и вот мы хотим сделать первый шаг для того, чтобы это появилось. Спортивные занятия проекта «Богатырский путь» будут проходить каждый вторник и четверг с 19.30 до 21.00 в Чебоксарах на стадионах «Энергия», «Лицея» номер 4, «Школа» номер 17 и 59, а в Новочебоксарске на центральном стадионе имени Николаева. В каждую субботу тренировки будут проводить известные профессиональные спортсмены и политики. Кроме того, участники «Богатырского пути» смогут посетить тренажерные залы города бесплатно, а подробная информация размещена в одноименной группе ВКонтакте. Главным стимулом для каждого участника этого проекта является, конечно же, его здоровье. Мы только даем механизм, который поможет ему сделать свой первый шаг, а дальше уже он, так сказать, выбирает правильный путь и вступает на «Богатырский путь». Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. 3 июня в Покрово-Татьянинский собор Чебоксара для поклонения будет принесен ковчег с частицей святых мощей святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского, а затем пройдет всеночное бдение. А в Чебоксарах на Троицу традиционно перекроют движение личного автотранспорта. Согласно постановлению, которое подписал Алексей Ладыков, движение будет ограничено на участке улицы Богдана Хмельницкого и Алатарского шоссе от перекрестка с улицы Фучика до переезда у Карачуринского кладбища. Добраться туда можно будет на автобусах. Помимо этого, на выходные также закроют стоянку для автолюбителей на привокзальной площади. Там максимальное количество территории отдадут под автобусы, курсирующие до мест поминовения. А для обеспечения максимальной пропусковой способности транспорта поменяют режим городских светофоров на выезд из города в пятницу 2 июня и на въезд в город в воскресенье 4 июня. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин